Всем привет, это обзор от Клинокрасный, сегодня у нас в обзоре очень крутой, очень старый и очень раритетный набор по Звездным Войнам, скажем так, это очень такое значимая вещь для многих фанатов именно серии Лега Звездных Войн, это очень интересный набор, именно категория наборов по Звездным Войнам, вот небольшие такие подсказки вам даю, если вы догадались, то пишите сразу. В общем, я купил этот набор на Авито, чуть позже тоже расскажу об этом, не буду вас томить, давайте вскрывать, и вот прежде чем мы вскроем, хочу вам сразу сказать, ребят, подпишитесь, пожалуйста, вступите в группу ВКонтакте нашу, подпишитесь на канал, ставьте лайк, колокольчик, пишите в комментариях, потому что очень это важно, то что вы подписываетесь, поддерживаете меня, мне очень приятно, я всегда отвечаю, и все самые свежие новости по Лего, аналогам или оригиналам, все всегда в группу выкладываю, всегда со всеми переписываюсь, все отвечаю. Что ж, не буду вас томить, давайте вскрывать этот набор. Пришел у меня вот в таком вот пакетике Почта России стандартном, буду я его не знаю, как правильно и аккуратненько вскрыть, потому что там набор без коробки, к сожалению, как вы поняли, я постараюсь его очень аккуратненько вскрыть, не знаю как, потому что там, ну, понимаете, там должна быть инструкция, там должна быть инструкция точно, вот так вот здесь, куда будет нормально, мне не хотелось бы ее немножко, да, получилось, ооо, да, я уже увидел это, и, 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 Та-дам! Это батлпак по Звездным Войнам, под артиклом 7655, батлпак клонов, по-моему, называется, Битва Клонов, в общем, это один из самых первых батлпаков вообще серии, это, скажем так, вот серии этих батлпаков по клонам и вообще в целом, потому что, ну, предыдущий, по-моему, батлпак с дроидами, а это следующий идет, предыдущий 7664, а это именно уже по клонам, и это как бы прародители последующих батлпаков, и очень радостная у меня новость также, что Лего все-таки переменила свою политику, потому что говорили, что батлпаков больше не будет, последний батлпак, это у нас 75280, батлпак клонов 501, а это батлпак вообще, ну, разных клонов, кто знает, кто видел этот батлпак, поймет, в общем, купил я этот батлпак, блин, как хорошо запечатано, купил я этот батлпак на Авито, он у нас бушный, как вы понимаете, купил я его за 2500, считаю, что цена очень хорошая для этого батлпака, не завышенная, не заниженная, фигурки были в хорошем состоянии, продавец мне все скинул, просто все отлично, у меня, кстати, есть идея, я очень часто покупаю раритетные наборы, но я не снимаю на них обзор, почему-то, не знаю, руки не доходят, у меня есть очень крутые старые раритетные наборы, также в полной комплектации, с коробками, вот, может быть, я на них тоже снимать обзоры и начать, напишите об этом в комментарии, вот, я частенько покупаю, собираю коллекцию, вот, и вот, что хотел у вас спросить, может быть, мне снять, как бы, видео, получающее, как правильно покупать на Авито, раритетные наборы, вообще, в принципе, лего, потому что бывает очень часто люди, кто только начинает делать, обжигаются, попадаются на обман и все остальное, как вам такая идея, напишите об этом в комментариях, что ж, не буду томить, снова не буду вас томить, давайте мы это сейчас аккуратненько все вскроем и соберем, я так понимаю, да, он все разобрал, ууу, я вижу фигурки, я вижу эти фигурки, давайте все сейчас соберем и посмотрим на это повнимательнее, итак, вот он, вот он, в общем, этот легендарнейший просто набор, скажем так, я просто рад, доволен тому, что он мне попался, то, что я успел его взять, на самом деле, там, расскажу небольшую предысторию, был еще набор, мне очень интересующий, мне попался, но я не успел его купить, кто-то его взял для меня, я расстроился немножко, но потом мне попался вот этот набор на Авито, и я просто вот тут же взял, договорился с продавцом, продавец был отличный, все отослал, фигурки, все было запаковано просто супер, фигурки были у каждого отдельного зиплоки, сразу скажу о состоянии набора, набор просто в идеальнейшем состоянии, единственное, мне сразу продавец предупредил, там одна деталька озвенена, вот эта центральная, но она настолько незначительная, там цвет чуть другой отличается, чем вот от рисунка, но это так незначительно, что просто, ну, ну, меня лично не сильно это колебит, в общем, давайте начнем с... у меня просто слов нет, реально одни эмоции, начнем смотреть поближе на этот набор, начнем мы с инструкции, как я и говорил, это у нас раритетнейший набор 2007 года выпуска, это самый первый батлпак, если мне не изменяет память, если не прав, поправьте меня, это как раз-таки у нас, скажем так, была отсылка в этого батлпака, суть к третьему эпизоду, который вышел в 2005 году, вот, и все последующие там линейка наборов, она была, скажем так, немножко отослана именно к третьему эпизоду, здесь у нас представлено, ну, как я себе это представлял, для меня это правда очень ценимый набор, как я себе представлял, это у нас кэшиик, и тут у нас собраны вообще всевозможные клоны разных род войск, ну, об этом чуть позже, такая стандартная у нас маленькая инструкция, немножко чуть-чуть запачкана, но это не суть, прикольно, что вот раньше делали вот, вот так, дартвейдер нарисован, рисунок такая, проекция, скажем так, клоун один из них был, вот, стандартная инструкция, все остальное, детальки, у нас собранный вид набора, и вот эта вот иллюстрация очень прикольная, я помню, у меня до сих пор лежит каталог 2006 года, просто задраны весь в дырках, засмотрены, я просто всматривался в эти наборы и думал, блин, как бы круто было в них поиграть, но, к сожалению, их не, по-моему, в России, но, как минимум, у меня в городе их просто не было, и достать его был нереально, сейчас он мне наконец-таки привелся, вот, и вся линейка того года, как я говорил, у нас потом шли вот наборы по классический набор, кстати, у меня есть вот этот звездолет Гривус, я его тоже купил, попал очень вкусно, это не на авито, если сделать на него обзор, то пишите об этом в комментариях, вот, что у нас там еще, да, и вот знаменитейшие наборы, это у нас Барс Деба Хату и Звездный Разрушитель, что у нас там еще, ага, и вот такие вот рекламки, ну, тогда был популярен Лего Клуб и все остальное, журнальчики, сзади у нас тоже те же самые наборы, что ж, давайте посмотрим на весь набор, ну, давайте начнем с его конструкции, это у нас первая, это такая небольшая башенка такая, укрепление, за которым можно спрятаться, такая классическая, потом во многих батлпаках она у нас встречалась, это прародительница всех укреплений, самая популярная, я могу вспомнить, это, по-моему, вот батлпак, где есть вот этот спидер с этими, с повстанцами, там тоже небольшое укрепление есть, потом есть в Мандалорском батлпаке, где у нас вот эти синие Мандалорцы и спидер, и потом в его переиздании тоже есть вот это укрепление, в общем, это такая культовая вещь, укрепление леговцы любят делать. Ну и самое очень мною любимое, спидеры, я просто обожаю спидеры, как вы уже заметили, у меня есть спидеры, я их очень люблю, это вот тоже прародитель клоновских спидеров, скажем так, у меня есть, я уже купил себе набор 75280, где у нас последняя версия спидера, я сделаю на него обзор чуть позже, он у меня уже давно лежит, в общем, вот такой, он очень интересный, такой классический, с классическими деталями, все здесь, мне очень нравятся эти старые классические бластеры, которые используются, в общем, очень крутой, очень топовый, прям, ну блин, я так это больно, что он мне наконец-таки в коллекции появился. Ну и самое ценное, самое ценное здесь, это, естественно, фигурки, это старые фигурки клонов, у которых у нас нету лиц, а есть вот такая черная деталь головы и визор с прорезями, чтобы у нас было вот так все видно и все было интересно. В общем, здесь у нас представлены, скажем так, три вида Ройт-войска Великой Армии Республики, это у нас так, я не помню, как называется этот корпус, просто они были без каких-либо маркировок, обычные обычки, как называли в сериале Война Клонов Эти, Бракона Партия. Вот такой вот он, спереди у него принтик, сзади принтик и больше такого ничего интересного. Ребята, он в идеальнейшем просто состоянии, просто в идеальнейшем, и его собрат точно такой же, здесь два таких одинаковых, они просто суперские, просто. Дальше, дальше у нас очень интересная фигурка, это у нас, скажем так, прародители шок-труперов, это шок-трупер у нас, принты нанесены идеально, ну блин, это лего, что я тут за принты говорю. Очень интересно то, что у него здесь все покрашено в красный цвет, но это шок-трупер, это как бы у нас здесь он, главный у него тут визор такой интересный. По поводу того, что фигурки все очень хорошие, вот тут видите, очень туго, у единственной рука, у этой рука разболтанная, они еще позже, а так все фигурки просто в отличном состоянии, здесь вот такой у нас небольшой красный кипринтик. Просто отменная фигурка, здесь у нас черная голова, все просто в идеале, никаких зигенов нету. И вот эта очень интересная для меня фигурка, это, скажем так, наверное, я не знаю честно, это либо 212-е штурмовый батальон, либо 327-й звездный корпус, как считаете, напишите об этом в комментарии, не знаю, кто это, честно, откуда. Я буду думать, что это 212-е, потому что он мне ближе, я очень люблю Бран Кеноби и Командора Хоуда. Вот, буду думать, что это оттуда. Но у них желтый чуть темнее, а этот чуть светлее, скорее всего 327-й. Вот, у него у одного рука чуть болтается, но это не страшно, фигурки-то будут у меня стоять в коллекционном состоянии, в боксе, им это не страшно, у нас там также ничего нету, все черненькое. В общем, блин, очень крутая фигурка. В общем, что можно сказать и целом об этом наборе? Это самый крутой, самый первый батлпак, здесь самые первые клоны, потом впоследствии они встречались в других наборах, особенно вот шоктрупперы, их 2 посадили, по-моему, в шагоход. ATD, по-моему, так называется, не помню точно. Вот, это прародители просто батлпаков, именно клонов, таких, которые мы все любим, ценим. Ребят, если вы вдруг найдете его на вид, поймаете, или у вас он еще есть, блин, цените его, покупайте, добурайте себя в коллекцию, потому что, ну, это редкость. У меня вот реально нет слов, я очень доволен покупкой. Прям вот, это прям круто, это респект. У меня на этом все, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик, пишите комментарии, как вам этот обзор на раритет, снимать ли мне еще такие обзоры на раритетный набор, они мне есть, поверьте, я уже успел их вступить. И вступайте в нашу группу ВКонтакте, где мы выкладываем обзор на Лего и его аналоги. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok